привет братцы рыбаки сегодня вам покажу очень простой способ как можно изготовить вот такой вот поплавок для ловли с берега маховой удочкой щуки в основном из обычного пенопласта и он будет у вас прочный не убиваемый а главное хорошо заметный и надежный размер этого поплавка чуть меньше куриного яйца но тут уже каждый может подобрать под свои условия ловли размер самостоятельно для изготовления тела самого поплавка мне потребуется такой вот плотный пенопласт довольно таки жесткий также кусочек тонкой проволоки из нержавейки либо также подойдет любая спираль от кухонной плитки такую вот деревяшечку сделал прикрепил на два саморезика два уголка здесь у два распильчика это будет что-то виде плитки также потребуется ровный металлический труток который вот в эти прорези входит за который соответственно я буду вращать и делать тело поплавка ну и также нужен любой блок питания на 12 вольт также подойдет зарядное устройство от автомобиля меня вот это даже не знает чего валяется но его хватает чтобы накалить спиральку вот таким вот образом изогнул проволочку это вот будет как раз половинка тела поплавка буду я его делать примерно как маленькое куриное яйцо размером но не забывайте что при нагреве пенопласт все равно будет уменьшаться и он чуть чуть меньше будет чем вот это вот заготовку теперь мне и надо будет вот сюда вот закрепить сейчас закреплю и продолжим ну вот сильно мудрить не стал просто обернул таким вот образом и она на месте теперь нужно вот к этим вот саморезиком прикрепить зарядное устройство полярность тут не обязательно так как это всего лишь вот это вот спиралька будет нагревательным элементом теперь от пенопласта нужно отпилить прямоугольничек нужного размера приблизительно по центру аккуратненько прокалываем пенопласт главное чтоб не ушло ничего в бок спешить не надо пенопласта довольно таки плотный с помощью канцелярского ножа немного сниму фаски для удобства такой вообще шлычок получился можно приступать включил блок питания и ждем когда накалится это вот с проволочка видите уже пошел дымок пробуем пенопласт лег теперь главное не торопясь сделать круг и смотрим что получилось ну друзья как видите две секунды поплавочек практически готов теперь с помощью клея pva его надо очень хорошо прокрасить и только после этого можно будет покрывать лак данный момент если вы нанесете лак он разъезд пенопласт и соответственно у вас потеряется форму поплавка не жалея все 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 вот так вот проливаем что-то впитается поры что-то лишнее убежит пропитался прям плотным слоем теперь оставляю до полного засыхания pva но в это время сейчас займемся самим келем саму антенку она же и кель буду делать из того что первое попалась под руку попалась минут такая вот пластмассовая трубочка сейчас с помощью строительного фена один край заплавлю на второй нагрею чуть-чуть вытяну вот и будет антенка длина антенки соответственно должна быть чуть больше самого тела поплавка так вот разогрел носик потихонечку путем скручивания сделал верхнюю часть низ должен быть чуть-чуть вытянутым чтобы его удобно было вставлять само тело то есть тут греем чуть-чуть подальше также плавненько вытягиваем и скручиваем но друзья антенка и готова осталось дождаться когда высохнет клей pva покрыть лаком и плавок будет готов к использованию верхнюю часть также можно покрыть лаком предварительно немного зачистит наждачной шкуркой наверное чем сейчас я и займусь конечно же этого делать не обязательно поплавок и так получился довольно большим его и без этой антенки на воде будет очень хорошо видно и это делаю чтобы не путать вверх снизом вот и все ждем когда все высохнет в такую погоду и пва и лак на улице будут сохнуть долго поэтому переборзируюсь я в дом после того как клей пва хорошо высох и покрыл пленочкой весь пенопласт можно смело приступать к покраске красить буду обычными лаками для ногтей вверх будет красный низ черным предварительно бумажным скотчем разделяю поплавок приблизительно напополам начинаем покрывать лаком нужно хорошо все вот эти вот поры маленькие ямочки закрашивать вверх готов теперь лак подсохнет займемся нижней частью поплавка теперь точно так же можно красить вниз заклеиваем вверх скотчем приступаем к покраске вот таким вот образом оклеил чтобы чуть-чуть выступал лак чтобы не было нигде никаких зазорчиков можно красить но это все друзья лак высох лавок можно сказать готов то что у 10 остались кое-какие раковинки это я просто-напросто не обрабатывал поплавок наждачной шкуркой то есть как его выплавил так вот он и получился но в принципе я и не старался делаю для себя и делаю как можно с меньшими затратами времени и сил для рыбалки пойдет такой поплавочек получился с помощью круглого надфиля немного расширяю внутреннее отверстие чтобы туда легко заходил киль ну а так вот как видите поплавочек уже готов снаряжать его очень просто внутрь продеваете леску вставляете антенку вот что получилось как вы видели в изготовлении ничего сложного нету такие поплавки используются для ловли щуки и других хищников маховая удочка из берега при помощи живца на этом у меня все всем кто досмотрел это видео спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки подписывайтесь на мой канал дальше вас еще много интересного будет ждать всем спасибо за просмотр и до новых встреч всем пока